Грозными страусами, прячась в песок, друзья мои, необходимо на самом деле покаяться. И, конечно же, это не будет позором для церкви, когда будут креститься. Я такой пример приведу, не очень хороший пример, но интересный тоже из истории. Когда Иван Грозный захватил Смоленск, присоединил к России Смоленск, то там выяснилось, что смоленский епископ, он был, ну как бы, не знали точно, крещён он до конца или не докрещён, ну как бы, был донос, что он вроде как и не крещён вроде как бы. Вот, и Иван Васильевич повелел, ну-ка сюда этого архиепископа Смоленского на ковёр. Ты что, не крещён что ли? Царь-батюшка, вроде крещён, ну кто его знает, мало ли. Ну-ка креститься, дорогой. И сделали так, собрали весь Смоленск, поставили большую купель и архиепископ во всех облачениях, регалиях, туда погружали, в купель. Теперь браток знает, ты крещён. И вы знаете, Моленск облещённо вздохнул. Наш архиеписк теперь крещённый. Точно уж, наверняка уже, уже дальше некуда, да. Друзья мои, и я думаю, что не будет позором для наших иерархов признаться в том, что они не крещённы ещё. Дело в том, что, ну как говорят, каков попут, такой приход, да. Если Господь, Он исцелит волю наших священнослужителей, и они примут к крещению по вере в Иисуса Христа, это будет не позором, а к славе Царства Божьего. Вообще, признание ошибок своих, признание ошибок своих, это признак взрослости церкви. Это признак, на самом деле, того, что церковь уже повзрослела и кое-чему научилась. А до тех пор, пока церковь будет прятаться, будет, вот именно, на самом деле, прикрываться, будет говорить, утверждать, всё, в Багдаде всё спокойно, у нас всё хорошо, у нас самая хорошая церковь, у нас отличное прошлое, у нас всё. Друзья мои, до тех пор проблемы будут тянуться. И я верю, что Господь хочет, на самом деле, покаяния церкви. Кого люблю, говорит, тех обличаю и наказываю. Так лучше, чтобы обличать. Если у вас есть дети, вы понимаете, о чём я говорю, да. Лучше, чтобы с первого раза ребёнок понял. Или со второго, но словом. Зачем ждать, пока, значит, необходимо уже, ну, меры семейной инквизиции какую-то принимать, значит, вот, значит, такой терапии. Вот лучше, когда ребёнок, он понимает со слов. Лучше, когда он понимает, ну, по доброй воле. И говорит, да, папочка, хорошо, окей, я соглашаюсь, да, правильно. Да, слава Иисусу. И поэтому, возлюбленные, конечно же, вот крещение младенцев, вот я вот почему об этом сейчас так вот застрыл ваше внимание на этом. Крещение младенцев, оно также было привнесено в церковь политиками, даже не религиозными деятелями, а политиками. Потому, вот скажите, почему, что за бред вообще, зачем политикам вмешиваются в такие, как бы, дела, как вот крещение вообще. Для чего? Я вам приведу статистику. Хотя статистика такая вещь, конечно, её можно по-разному использовать, но о многом говорят такие цифры. Когда Константин легализовал церковь, как бы, да, когда вышли из-под поля многие христиане, порядка ста автокефалий, то оказалось, что в крупных городах, таких как Рим и Антиохия, и другие города, порядка десяти процентов населения были христиане. Когда Константин умер, это было в 325 году, будем так говорить, времена Первого Вселенского Собора. Когда Константин умирал, это было, не помню, в каком году, в 37-м, по-моему, году, 337-й, примерно так. Когда он умирал, уже порядка 90% населения было христианским. Вы скажете, как это, это такие темпы роста церкви, это неслыханные темпы, это, ну, трудно себе представить, это фантастика какая-то. Откуда взялись такие цифры вообще? Это что это, это очковтерательство религиозное, или это на самом деле, что такое было реальное? Вот дело, дело в том, что Константин, он, с одной стороны, он не принуждал, конечно, креститься насильственно, он никак, он не был князем Владимиром, который там, кто не крестится, тот не недруг. То есть, ну, враг, по сути, князя, враг народа. Но Константин действовал хитрым образом. Допустим, если ты не крестился, не принимал христианство, если ты чиновник, тебя лишали твоего портфеля. Если ты был военным, тебя сокращали. Если ты был бизнесмен, тебя джили налогами. И, в общем-то, привело все к тому, что большинство населения, как бы из-под палки, будем так говорить, по принудиловке такой, как бы они стали христианами. Но они, конечно же, не крестились, друзья. Вернее, они крестились, но, конечно, не возродились по-настоящему. Насильно из-под палки в Царство Божье не загонишь никого. Эффект обратный. Эффект обратный. Это как некая прививка против пробуждения. Прививка против евангелизма настоящего. Друзья мои. Дальше. Когда Константин умер, осталось три его сына. Сам Константин вел жизнь очень, ну, явно человека невозрожденного свыше. Он казнил почти всех своих родственников. В том числе свою жену Фаусту, своего сына, наследника престола Криспа и многих своих родственников. Чаще всего он казнил не напрямую, а ночью приходила его гвардия, его палачи, тогдашние чекисты его, которые в течение ночи истребляли целое семейство, вырезали всех, и в том числе и прислугу, и рабов, не оставляли никого в живых. И таким образом Константин разделался со всеми своими родственниками, опасаясь заговоров, переворотов и так далее. И остались три сына после его смерти. Константин, уже второй, Констанций и Констанс. Интересно, да? Всех не на Ка он истребил. Как, не знаю, это совпадение или это было целенаправленно, не знаю. И вот три этих Ка они поделили империю на три части. И, друзья мои, буквально яблоко от яблони недалеко падает. Они продолжили дело Константинова и довели его до безумия. Если у Константина старшего хотя бы охватило разума, значит, ну как бы это в рамках какого-то приличия держать, то дети пошли гораздо дальше. Они вели добровольно-принудительное крещение, не обязательное крещение. И уже был смертный приговор уже тем, кто отказывался принять христианство. Они довели до безумия отцовскую модель эту, Цезарь-Пописскую. И больше того, всем этим трем сыновьям захотелось быть первыми. Они объявили друг другу гражданскую войну. Первая в истории Рима война не просто локальная, не просто легионов война, а война гражданская. Кровопролитная война, никому не нужная. И к позору церкви под христианскими знаменами. Впервые в истории христианства война под христианскими знаменами, под христианскими лозунгами. Конечно же, эти императоры, мы можем так предположить, что они действовали лицемерно. Они лишь на знаменах писали христианские, там во имя Иисуса истребим всех соседей. Но на самом деле им хотелось совершенно другого. Никто из политиков сегодня не говорит, мне нужно больше денег, больше влияния, больше нефти, больше всего. Я веду войну. Нет, они обычно какие-то лозунги. Обычно религиозные, чаще всего, самые популярные. Потому что за живой задевает людей. И вот, значит, и вы знаете, что, друзья мои, и полилась кровь. В этой страшной трагедии лишь те церкви, которые не легализовались, так называемые нерегистрированные братства, проявилось именно как христианское братство, которые отказались от участия в этих страшных злодеяниях. И, друзья мои, но официально христианство себя скомпрометировало с самого начала, показав несостоятельность цезарепопизма как такового. Христианство, как государственная религия, оно всегда провально. Оно всегда похоронит общество. Потому что христианство не для этого создано, чтобы быть диктатором. Христианство не для этого было рождено на кресте, чтобы быть манипулятором, чтобы быть убийцей. Христианство рождено, чтобы преобразить это общество, а не чтобы его истреблять таким образом. Друзья мои, и, конечно же, ну, христианство нет без Христа. Сам Христос сказал, Кесарю Кесарево, а Богу Божье. Друзья мои. И вот, после страшной трагедии этой, да, еще дети Константина, они истребили всех своих оставшихся живых родственников. Один из них, Констанция, он истребил, Констанция истребил всех братьев, но умер бездетным, хотя у него были и жены, и наложницы, и, ну, никто не мог ему родить детей. Род Константина исчез. Они как скорпионы в банке истребили самих себя. Но это не помешало религиозным лидерам в последующее столетие канонизировать, как святого Константина, объявить его равноапостольным, то есть равным апостолом. Иисуса Христа имеется в виду апостолом. Никогда Иисус своим апостолом не повелевал ничего такого, из чего же, что делал Константин. Не повелевал ни в коем разе. Наоборот, предостерегал их от этих вещей. Помните ли ревность учеников Иисусовых, да? Когда самаряне, не евреи, а самаряне, не приняли Иисуса, потому что он был еврей. Ну, никуда его еврейство не деть абсолютно. Он был, его вид был путешествующий в Иерусалим. Все. И самаряне, даже самые лучшие проповеди Иисуса, Иисус может готовился к самым лучшим проповедям своим. Он хотел исцелить всех больных там в этом селении. А они тебе говорят, нет, раз еврей, нам такого не надо. Пусть свое самарянское, худо, бедно, дырявое, но свое. Вот чем ваше еврейское. И вот, значит, и не пустили его в свое село. И вот эти ученики Иисусовы, они тоже евреи, горячие ребята, вот и они говорят, давай Иисус, мы сейчас помолимся, и вот сойдет огонь, и это село все сожрет. И они знали, что Иисус, Он, Слово. Они знали, что без ссылки на Библию Он ничего не сделает. И они говорят, так или я сделал, посмотри, почитай Иисус. Он ведь сжег одного писятника с его писятком, да? Другого писятника с его писятком, третьим. Так или я сделал. Так мы по Библии поступим сейчас, мы помолимся на основании Слова Божьего. То есть, понимаете, вот психология инквизитора. Все-таки что-то, совесть какая-то есть там, где-то там. И поэтому нужно все-таки перестраховка, все-таки на основании Слова. И вот, а Иисус сказал им, не знаете, какого вы духа. Вообще написано, что кто духа Христова не имеет, тот и не его, друзья. Кто духа Христова не имеет, тот и не его. Важно, именно, дух Христов. И ученики тогда были не на высоте, конечно же. Иисус сказал, что Он пришел не погубить, а спасти погибшее. Спасать погибающее. Его миссия и миссия церкви, позволю себе продолжить мысль, она также в спасении погибающих, а не в погублении каком-то. В спасении. Монахи в средние века и у нас на Руси, матушки, и там, в Западной Европе, монахи-инквизиторы, такие как Иосиф Волоколамский и другие, Геннадий Новгородский и другие, которые сжигали тысячи душ на кострах в то время, еще 500 лет назад и больше. Значит, то же самое они руководствовались вроде бы ссылками на Писание. Как Иосиф Волоколамский, официально он святой, православной церкви традиционной, традиционной, не обновленческой. Он, значит, когда убеждал князя московского Ивана Третьего начать массовые смертные казни по всей Руси, а князь не соглашался, он хотел лишь там, ну, сжечь пару евреев, значит, там, пару священников там за ересь и все. Ну, для страстки, как бы, чтобы другие боялись, как бы, и евреи, и христиане. Вот, значит, Иосиф Волоколамский добился именно права на массовые смертные казни по всей России. И вот Ивана Третьего он убедил именно, вроде бы, по слову Божьему. Он открыл из постания кое-что к римлянам прочитал, выдернул из контекста. Он сказал, страдающий плотью перестает грешить, и мы вроде сжигаем и сострадание к этим грешникам даже, чтобы они больше не грешили, аллилуйя, а то, может, скоро и харизматическая инквизиция. Ну, бодливый король, бог рогов не было, говорит. Вот, вы знаете, значит, и все-таки, все-таки, вот, не вырванные из контекста места Писания нам нужны, да? А все Писание Бога Духновенно. Не по частям, а все Писание Бога Духновенно. Когда оно по частям, оно может быть даже и противобожье используемо. Позволю пример такой, ну, может, глупый пример, но тоже пример из Библии, да? Вот, допустим, можно сказать, что Бога нет, так написано в Библии, написано, и даже ни одно местописание. Два прямых и еще два косвенных, что Бога нет. Вроде целая доктрина библейская, что Бога нет, но это абсурд, ведь Библия говорит о Боге. Вот, но вырванные из контекста места Писания, они позволят построить даже учения противобиблейские, антибиблейские. Пример одновременный. Рейхс, епископ Мюллер, правая рука фюрера во многих вопросах христианских, лютеранский епископ. Я завтра покажу фотографию этого епископа, который пожимал руку фюрера перед фотографами на фоне, вот Юры видел уже, да, на компьютере, на фоне этих вот этих фашистов, этих генералов там и так далее, этих чиновников тогдашних. Друзья мои, тоже цитировал места Писания, когда ему говорили, вы как епископ христианский, лютеранский, как вы можете благословлять истребление евреев? Он говорит, Иисус сказал же, отец ваш дьявол. Иисус сказал же, отец ваш дьявол.